меня зовут иван бурундуков мне 21 год вот уже в течение года я занимаюсь ютубом воспринимаю как служение виду несколько каналов и проектов на этой медиа платформе каналом начал заниматься год назад увидел нужду потому что в церкви совершая служение с молодежью и вижу что довольно немаленькое количество времени молодежь проводит в интернете в ю тубе так или иначе контента именно нашего братства там немного поэтому мне хотелось создать какую-то такую площадку платформу где наша молодежь могла бы находить что-то полезное для себя интересное назидательное тогда же я пришел на братский совет нашей церкви высказал предложение идею о создании такого канала на котором можно было бы размещать проповеди беседы ответы на вопросы какие-то свидетельства примеры из жизни которые могли бы служить помощью и поддержкой для молодежи и не только братья меня в этом поддержали сказали что я могу совершать это служение не от церкви от себя лично но вот на протяжении этого времени безусловно контроль был добрый такой мне давали некоторые советы я всегда к ним прислушиваюсь и это мне нравится здорово что у нас есть такая связь с братьями вот в то время я решил заниматься каналом и собственно создал silence на протяжении на протяжении полугода я вел этот канал один сейчас на канале 26 тысяч подписчиков слава богу но вначале не было так было ноль и я выкладывал по 10 роликов в день не было там даже наверное 15 просмотров то есть это все как бы было на перспективу я это все понимал и примерно за два месяца набралось там достаточное количество материала потом люди уже подключились как я уже сказал каналом я занимаюсь уже год и полгода я его вел а в одиночку это было непросто нужно было самому искать контент обрабатывать звук потом находить картинку монтировать выкладывать писать описание в общем полностью вел канал в одиночку после этого у меня появилось несколько сотрудников сейчас на silence работает пять человек включая меня так один человек с украины один из коми один из смоленской области и двое из питера это я еще один брат вот и мы занимаемся silence вот следующие полугода уже вместе с ними то есть он мы каждый второй четверг месяца мы проводим онлайн встречи планируем работу как будет развиваться канал и собственно он развивается слава богу контент беру в общедоступных источниках это сайт из проповедями также звоню иногда лично проповедникам спрашиваю них разрешение на то чтобы выпускать их проповеди и собственно они мне их присылают вот в нашей церкви неоднократно брал проповеди которые записывают на служениях ну и таким образом контент пополняется мы планируем и выпускаем по три ролика в неделю это понедельник среда и пятница всегда выходит новый ролик новая проповедь беседы чаще решили не ставить чтобы не перегружать народ изначально он был для меня служением и тесно связанным со служением молодежи собственно и сейчас конечно это я воспринимаю только как служение и все сотрудники silence все сотрудники медиапроектов которые бог доверил мне вести они воспринимают это как служение никак иначе это не могу воспринимать это дни хобби не работа потому что это не мне не приносит доходы я не могу там содержать на эту семью себя ни в коем случае это служение ну для меня мотиватором заниматься этим служением заниматься ютубом в первую очередь это обратная связь просто сотни людей пишут мне в telegram сотни людей пишут мне в личку задают какие-то вопросы рассказывают о том как сильно это повлияло на их жизнь есть неверующие люди то есть это люди которые но не верили в бога не верили в его существование они как-то случайно попали на канал послушали что это уверовали пришли в церковь покаялись то есть такие свидетельства есть и даже у нас в нашей церкви вот недавно был случай я выхожу из калитки нашей церкви и какая-то молодая девушка встречается мне говорит о я тебя знаю я тебя видела на youtube а как здесь против в какую-то церковь ты ходишь в церковь ну да вот пойдем покажу все она у нас сейчас в церкви находится закрещение еще не приняла но она уже покаялась и ходит то есть для меня это огромная мотивация хотя изначально конечно я не думал что silence это будет какой-то проект направленный на то чтобы привлекать людей в церковь нет он был создан лишь для того чтобы поддерживать dvr то есть детей верующих родителей и просто верующих людей которые возможно оторваны от жизни братства от проповедей потому что может быть у них в их церквах нету проповедника вот они слушают silence сейчас у нас была кстати поездка по северу это про обратную связь и вот в каждый город который мы приезжали там буквально постоянно подходили и говорили о том что да мы слушаем проповеди мы смотрим слава богу что этот ресурс работает мы ночевали в одной бабушке не знаю или лет восемьдесят наверное она ой вы иван бурундуков и да 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 мы слушаем вот проповеди которые вы выкладываете слава богу но это вообще глухая просто деревня и конечно у них нет возможности там иметь какое-то такое но назидание иным способом и они слушают проповеди это здорово меня это вдохновляет мотивирует и отклики от молодежи особенно для меня это очевидно это платформа на которой находится очень много назидательных и полезных вещей для христиан безусловно нужно подходить к этому выборочно но ровно так как ты приходишь в книжный магазин ты не читаешь все подряд ты выбираешь ты выбираешь какое-то издательство или автора то же самое и на ю тубе ты выбираешь автора и этому автору ты доверяешь есть уже временем проверенные каналы ресурсы которые от нашего братства действуют не от имени братства в нашем братстве люди из нашего братства и организовали и этим каналам можно доверять их люди смотрят получают большие благословения это здорово особенно молодежь которая в любом случае там находится и когда есть какой-то еще полезный материал который там можно найти они это делают находят и слушают очень много подростков мне пишет о том что вот мы слушаем раньше они ничего не слушали из проповедей сейчас они слушают это здорово канал не один каналов несколько основной silence безусловно то есть это запланированная работа есть еще второй мой личный иван брундуков так и называется но он больше призван для того что если я нахожусь в каком-то интересном месте и нужно снять какой-то короткий репортаж обзор событий вот информация про архангельск было про молодежное общение я это делаю потому что я вижу что это приносит пользу но это больше такое периодами а сайланс основной это ну лично я трачу на это наверное два вечера в неделю это благодаря сотрудникам потому что они тратят конечно гораздо больше времени сейчас легче когда я только начинал я сидел ну дома за компьютером наверное по шесть часов каждый день это было непросто в течение нескольких месяцев по моему даже полугода вот когда появились сотрудники конечно все намного проще стало и ну что сказать о критике она есть и наверное всегда была всегда будет я стараюсь относиться к ней здраво что-то к чему-то я прислушиваюсь и исправляю потому что есть здравая критика но не здравую критику стараюсь пропускать мимо уже кстати вот вот за год вот это служение она очень сильно меня как-то в тонус такой вело очень сильно фильтровать критику потому что для этого вот любое такое слово она могла все испорченное настроение на весь день ты вот думаешь думаешь сейчас сейчас легче стало фильтруешь и все ну я молюсь богу я верующий же человек поэтому пытаюсь познавать его волю как ему угодно и исправляться как отбираю контент на канал это очень хороший вопрос потому что можно заметить что они все публикуется на канале silence действительно есть какие-то рамки которые мы определили мы стараемся опубликовать только те беседы проповеди которые служили бы назиданием что я имею ввиду есть проповеди которые относятся к церкви по местной с какими-то определенными проблемами у них есть какие-то переживания там учитывается местность где это где говорится проповедь какие-то культурные особенности поэтому есть конечно какие-то свои вещи которые нужны только этой церкви вот такие вещи мы не публикуем то есть только то что было бы полезно всем что-то общее основа для написания не на каких-то местных пониманиях и традициях вот стараемся прослушивать все проповеди перед тем как их публиковать чтобы не было каких-то догматических ошибок чтобы не было каких-то неудобных неудачных примеров чтобы не нанесло это вред слушающим я хотел бы собрать молодежь хотел бы чтобы они могли на этой платформе получать пользу я для этого этим занимаюсь и буду заниматься чтобы давать им правильный материал от братьев которые передают назидание и это это приносит пользу в плане духовного роста для них то есть я нахожусь где-то среди молодежи и у них есть вопросы могу вот слушай вот послушай вот это он идет слушает отлично все мне помогло и здорово это очень сильно помогает молодежи я для этого делаю но не говоря о том что и старшее поколение смотрит и тоже им это пользу приносит это такая сфера она очень опасная я это осознаю понимаю пожалуйста находите контакт со своими служителями при свитерами людьми которым вы доверяете чтобы они могли вас корректировать полгода назад примерно я опубликовал видео где сказал что именно я создатель silence почему я это сделал потому что если есть какая-то безответственность то есть ты не несешь никакой ответственности люди не знают кто стоит за этим каналом ты есть искушение в впасть во вседозволенность и никто это не контролирует это я считаю неправильно а когда люди знают кто этим занимается ему могут написать дать какой-то фидбэк то есть обратную связь где-то даже покритиковать подправить и это я считаю правильно поэтому ну мой совет занимающимися медиа служением откройте свои лица пусть люди знают кто этим занимается чтобы вам можно было что-то посоветовать и чтобы у вас была какая-то ответственность бодрствуйте потому что это служение она не только благословенное но и в определенном смысле опасны и лично для тебя и для людей за которых ты несешь ответственность потому что они слушают то что ты публикуешь пусть бог вас благословит